Дружанки, подружанки, всем по привету! Сегодня выгуливаю Зонгшина, или он меня выгуливает, не знаю. Перебрал прогрессию на днях, все посмазывал, снимал воздушный фильтр, загерметизировал его и нашел проблему. Я о ней в принципе знал, думал, что ее победил, оказывается нет. Сейчас фотографию приклею. Там на овале, где стык воздушного фильтра и патрубка воздушного фильтра. Есть такая вмятина. Вот через эту вмятину был подсос. Вышел из положения, взял трубу 75-ку, ну вообще сотку взял, но нужно 75-ка. Пришлось обрезать, поэтому ее между собой там связывать стяжками. Нагрел феном, сделал тоже из нее овал и засунул его в воздушный фильтр для того, чтобы потом хомутом нормально обжималось. Так что теперь с тем узлом никаких проблем нету, с прогрессией тоже проблем нету. Ее в принципе и не было, просто перепроверил. Также поднастроил задний амортизатор. Вроде бы более-менее уже настройку удалось, но сейчас выехал, как бы ну нормально работает, как для этого дырчика. Пока меня все устраивает более-менее. Конечно, хотелось бы ходов, подвесок хотя бы, как у Шинрайя, хотя бы. Но переделки слишком глобальные будут. Пробег зонтшина на сегодняшний день, он 14705 километров. Ну еще что-то накатаю сегодня. Некоторые из вас спрашивают, почему не продался, что у него с ним проблемы какие-то или что, почему. Уже год висит в продаже и до сих пор никто его не купил. Все очень просто, ребята. Во-первых, я его выкладывал только на OLX. По-моему, на авторео еще, но там очень быстро закончилась объява, но срок ее, и я не продлевал. Но OLX только бесплатная была, соответственно, в топах она нигде не принимала участия. Люди звонили, особенно по весне, очень много людей звонило, писало. Кто-то пытался скинуть сразу цену, кто-то хотел, чтобы я перегнал мотоцикл в Центральную Украину, на Западную Украину. Но я считаю, что мотоцикл слепую покупать не совсем правильно. Поэтому желательно приехать и его все-таки посмотреть, пощупать. Буквально недавно поменял масло в двигателе. В общем, в принципе, мотоцикл обслуженный. Но то, что он раздетый полностью сейчас, ну, по максимуму, все лишнее поснимал, чтобы нигде ничего, не дай бог, не повредить. А так, езжу на нем уже пятый сезон. Вот заканчивается. Пока каких-то нареканий, проблем, таких вот серьезных, с мотоциклом, реально нет. Звездочки сейчас стоят. 13-я впереди и 45-я сзади. Вообще, родное соотношение, кто помнит, 14-44. Передача сейчас покороче. Динамика повеселее. Но максималка, скорее всего, совсем низкая. Честно говоря, даже не проверял. Ну и чего-то глючит у меня датчик топлива. Не знаю, в чем причина. Заправляешься до полного, он показывает. Где-то полбака остается, и все. Он уже показывает, что бак пустой. Поэтому я на это дело сильно внимания не обращаю. Привык уже по одометру ориентироваться. То есть заезжаю на заправку, сбрасываю на ноль. Знаю, что я 300 километров спокойненько на этом баке проеду, поэтому сильно не парюсь. В ближайшее время соберу его полностью, как он должен быть. Заводской вид приведу, отфотографирую и буду выставлять на продажу. Уже размещу на многих, наверное, платформах торговых. Потому что мотоцикл простаивает, ну как бы жалко. Я на нем почти не езжу, он должен кому-то приносить радость. На какое-то время останусь на Шинарае, а там дальше посмотрим. Кстати, на такой же дырчик уже один из ребят с Литвы или Латвии, честно, не помню. Ну, в общем, установил 300-ю поршневую. Ничего перепрошивать не пришлось. То есть инжектор сам перенастроился, все работает четко. Я, правда, его просил видео отснять, но чего-то он не сильно хочет. Не знаю почему, но ладно, то такое. Я больше всего боялся, честно говоря, что при установке 300-й поршневой будет не совсем адекватно работать инжектор именно. Но, как практика показала, в принципе, все работает. Вопросов, нареканий каких-то нету. Поршневую он установил не 82 миллиметра, а 84. Поэтому на этот дырчик можно без вопросов заказывать поршневую с Алиэкспресса. Но 84-ю бы я не рискнул, потому что там, по фотографиям, очень уж тонкие стенки самой гильзы. А 82-ю бы я поставил, честно говоря. Мотоцикл добавляет низов. Помощнее он становится. Поинтереснее. Но пока, опять же, смысла в этом я не вижу никакого. Потому что первое буду ставить на продажу. Второе. Эта поршневая еще достаточно живая. И смысла как бы ее менять. Как только она придет в негодность. Вот тогда можно будет уже и задуматься. Значит, поршневая на 300 кубов 82 миллиметра диаметр поршня в среднем стоит от 150, от 160 до, по-моему, 190 долларов. Не знаю, от чего зависит, честно говоря. Не изучал вопрос пока. И вот эта на 84 миллиметра, по-моему, 250 долларов поршневая стоит. Почему поставил 45-ю звездочку? Потому что диапазон теперь у меня шире по настройкам передаточного соотношения. То есть я могу, как сейчас, поставить 13-ю вперед. Мотоцикл будет порезвее. Можно как-то вот по таким вот дорожкам, тропинкам ездить. Ну, бодренько едет. Могу поставить 14-ю звездочку на передок. И могу поставить так же самое на 15-ю звездочку. У меня тоже есть все эти звезды чисто для трассы. Потому что когда я ставил на родной звезде, на 44-й, передняя на 15-ю звездочку не вывозила этот мотоцикл. То есть на 6-й передаче не хватало мощности для раскрутки. И он что на 5-й, что на 6-й максималка была одинаковая совершенно. Поэтому решил поставить назад на 45 зубов. И потом, если я к тому времени его не продам, я все-таки попробую. 15-ю звездочку наперед поставить. Но опять же, она чисто для дальников. Для города лучше ставить либо вот так, как сейчас у меня стоит, 13-45, либо 14-45. Чтоб хоть немножко повеселее динамика была. Короче, поездка наша закончилась, не успев начаться. Хотели подольше покататься. Но Андрюха на Шенерае проколол колесо. Поэтому приходится возвращаться назад. Сегодня покатался немножко по грунтовым дорогам. Ничего, так работает более-менее сносно. Подвеска. Конечно, на Шенерае поинтереснее ездить даже вот по таким дорогам. Но и на этом, в общем, неплохо. Конечно, этот мотоцикл рассчитан чуть-чуть под другие условия. Но проехать на нем можно везде. Просто проехать. Поотжигать, конечно, уже не так получается. Потому что все-таки он ближе к дорожному мотоциклу, чем к кондурам. И здесь даже не в весе дело, а именно в подвесках. На трассу выходишь, ну, прикольно. Конечно, по трассе на нем прикольно. Опять же, как для этого мотора, как для подобных мотоциклов. То есть, это не полноценный туристический эндуро. Но на него есть все. Есть дуги, сразу стоят. Есть полностью вся багажная система. Ничего мудрить не надо, по большому счету. Сел да поехал. Все, мы уже почти вернулись домой. Ребят, всем спасибо за внимание. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok